Всем привет из Алании, друзья, сегодня 7 января и я вам рассказываю сейчас, хочу рассказать о том, что Значит, первая новость. Фуникулер в Алании не будет работать до марта месяца. Технические работы, там обычно это происходит каждую зиму Либо две недели, либо месяц, обычно он не работает. Вот в этом году, получается, он не будет работать практически два месяца. Сейчас подойдем, я вам скажу в марте, какого числа он откроется Так что, кто приезжает и хочет на крепость, у вас шансы есть или идти туда пешком, или доехать на автобусе с автостанции Джумапазары, либо здесь вот там, естественно, установки на автобус, доехать на гору А потом спускаться можно пешком. Сейчас скажу, когда заработает фуникулер. Какого-то марта. 1 марта, короче. В общем, весь январь и весь февраль фуникулер у нас не работает Дальше. Вторая новость, люди, связана с тем, что, читаю о том, что не пускают сейчас людей, россиян, в самолеты без теста В чем причина? Вернее, с тестом не пускают. Причина в том, что тест должен сдаваться за 72 часа до прилета в страну А люди, некоторые считают, что до вылета. То есть время вот несколько часов, буквально там до 10 часов, да, и это время очень много значит Потому что в самолет вы садитесь, у вас тест действует, 72 часа еще не прошло, как вы его сдали. Но по прилету, уже при посадке, они считают, что по прилету уже тест ваш больше 72 часов пройдет И людям отказывают. Несколько десятков россиян уже отказали, и они не, ну, не пустили их в самолет И самое дальше еще, что интересное, что больше всего скептически к этому всему относятся требовательнее на посадки Ну, то есть, получается, сами авиакомпании, да, или аэропорты. А в Турции это все уже совсем как бы, ну, так, знаете, просмотрели этот тест и все То есть никто даже там ничего не высчитывает, не читает, не считает. Но вот самое главное, что по прилету 72 часа считайте, чтобы не было проблем То есть время прилета в Турцию, и у вас не должно пройти больше 72 часов с момента сдачи теста Поэтому очень внимательно к этому отнеситесь Именно вот информация, что несколько десятков людей уже не пустили россиян, к сожалению Хотя они были с тестами, но у них там было 76 часов, допустим, по прилету уже 77 часов Так что внимательно, друзья И еще хотел рассказать, положительная тенденция идет на снижение Значит, было там, ну, в общем, количество зараженных постепенно в Турции снижается суточное И когда будет суточное количество не более 3000, обещают снять все ограничения И еще радостная новость, что Алания сейчас стала зеленой зоной практически Она была красной зоной Это вот у кого коды ХЕС, кто в эту карту смотрит по ХЕС-кодам Которая была вся Алания практически красная еще дней 10 назад Сейчас она позеленела, и это радует То есть случаев заражения в Алании, инфекцирования снижается Будем надеяться, что к марту месяца мы будем вспоминать этот вирус как страшный сон Вот Всем привет из Алании, добра, здоровья, позитива Всем вот такие вот новости сегодня Субтитры сделал DimaTorzok